Девушки отдыхают В первом часе просили коллег из областного законодательного собрания его прокомментировать. А именно, вчера практически все федеральные СМИ распространили информацию, и сейчас она активно обсуждается, о том, что Кремль обяжет власти регионов отслеживать в соцсетях посты недовольных жителей и реагировать на них в течение суток. Для наших слушателей поясню, и для вас, может быть, Игорь Владимирович, если вы не в курсе. Значит, администрация президента заказала компании «Медиалогия» разработку специальной системы сканирования «Инцидент Менеджмент», которая будет мониторить пять социальных сетей – ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и Одноклассники. Несколько постов по одной теме в разных соцсетях будут объединяться в инциденты. Предполагается, что на каждый инцидент местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе реагировать. У местных региональных властей и у администрации президента будет доступ в режиме реального времени к статистике отработанных и неотработанных инцидентов. Вот такая история происходит. Она на что все-таки направлена, вот это внедрение? На то, чтобы контакт между властью и населением усилить? Или на то, чтобы контроль за социальной напряженностью увеличить? Ну, вы знаете, Светлана, первое, с чего хотелось бы начать, что, конечно, для нас это никакая не новость. Система инцидент-менеджмент или призма, как ее называют по-другому, работает у нас в Кировской области примерно год. Это чья была инициатива ее внедрить? Ну, это была моя инициатива. Ваша? Мы ее внедрили в регионе и занимаемся, на мой взгляд, достаточно эффективно. И самый главный вопрос, конечно, для меня, так сказать, это выявление тех болевых точек, которые в обществе существуют. То, что действительно волнует людей, и практически мгновенная реакция чиновников на то, что происходит. Здесь нужно понимать, наверное, что мы не можем в течение суток или часа, так сказать, исправить ситуацию, на которую жалуются люди, но прореагировать на нее, то, что мы не закрываемся, то, что мы знаем о ее существовании, то, что мы подключаем к решению этих вопросов либо городские, либо муниципальные власти, либо различные министерства. Вот, наверное, основная задача. То есть основная задача сделать жизнь людей лучше. И неформально, подчеркну, неформально, не с точки зрения, знаете, отправить ответ такой, ваша проблема услышана, ждите ответ через 30 дней, так сказать. А может быть, даже в соцсетях, и я думаю, что вы, наверное, замечали такого рода, так сказать, истории, когда происходит ответ непосредственно человеку, который опубликовал пост в той или иной социальной сети, например, на проблему с мусором, который возникло там возле его дома, так сказать. И когда эта ситуация ликвидирована, ответственность за это сотрудники делают фотографии, отправляют и делают это публичным. Поэтому эта система работает, готов вас с ней познакомить, если это будет интересно. Обязательно интересно. Она действительно крайне эффективна. И меня не может не радовать, что вот то, что мы здесь по собственной инициативе внедрили, и уже почти год работаем, так сказать, стало такой вот инициативой, в том числе и администрации президента. Вы лично видите эти сообщения, или вам информация поступает уже в каком-то переработанном виде, обработанном? Я и все коллеги, у которых есть возможность в этой системе работать, видят сообщения лично. А то, что будет одновременный доступ в том числе и администрации президента, это каким-то образом... Что в этом плохого, так сказать? Будет напрягать, например, ваших коллег? Абсолютно никак. Вы знаете, вот на сегодняшний день, и вы, наверное, знаете это лучше меня, что доступ к социальным сетям есть у любого человека без исключения. Пока еще не приняли решение по паспорту регистрироваться в социальных сетях. Неважно, работает в администрации президента, так сказать, или просто зарегистрировался ВКонтакте. Поэтому здесь уже мир изменился настолько, что попытка что-то скрыть от кого-то, она не проходит, не случается. Вы знаете, я бы отметил еще одну очень важную, так сказать, историю. Вчера был репортаж о встрече Вероники Скворцовой, министра здравоохранения, с президентом Владимиром Ильичем Путиным. И меня, честно говоря, искренне порадовало, что вот такая, ну, достаточно приличная часть сюжета была посвящена Кировской области. Бережливым поликлиникам, которые впервые появились у нас, и сейчас уже их больше там тысячи четырехсот по всей стране. То же самое происходит с системой инцидент. Ну, кстати, надо сказать, да, простите, надо сказать, отметить, что вот те сообщения, которые касаются сферы здравоохранения в социальных сетях, они, по моему убеждению, они как-то вот быстрее, чем остальные отрабатываются. Вот я помню сообщение о том, что входная группа в одной из поликлиник как-то не очень хорошо выглядит, там что-то отваливается, и буквально на следующий день люди пишут о том, что уже сделано. В течение суток должна быть реакция. Вот это очень важно сообщить просто нашим слушателям, что это не ваши прямые обращения в адрес какого-то министра или чиновника, на него отвечают, а все, что пишут люди в соцсетях. Абсолютно верно. То есть это именно проблема, на которую люди указывают, как-то поднимают, начинают обсуждать между собой в различных социальных сетях. Это отнюдь не обращение к чиновнику. Вот что важно. И вот это мы уже практикуем примерно в течение года. Да, Игорь Васильев, губернатор Кировской области, у нас в студии сейчас. Еще к новым обозначенным трендам на недавнем урбанистическом форуме, который вот только что завершился в Москве, Московский урбанистический форум, президент Владимир Владимирович Путин выступал на пленарной сессии, и он сказал следующее, что касается развития городов. Во-первых, конечно, Владимир Владимирович делал акцент, что современные стандарты, мировые стандарты должны быть спущены на российскую землю. Конечно же, два города звучало постоянно у спикеров. Это Москва и Казань. Не Петербург, не Сочи. Москва и Казань. Можно я скажу свое заветное желание, чтобы добавился третий город? Вы знаете, как он должен называться. Это и наше, Киров, да. Это и наше, конечно. Вот что он сказал. Мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий, использовать для этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные управленческие решения. Для этого предлагаю подумать на тему. Когда Владимир Владимирович говорит «предлагаю подумать», мы понимаем, что это значит сделать, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных, лучших условий для жизни людей. Предусмотреть здесь стимулы для эффективных управленческих команд. И, конечно, четкие стандарты, критерии качества работы. В первую очередь это касается обустройства городов. Вот этот конкурс, который Владимир Владимирович предлагает запустить, и вот эти стимулы для эффективных управленческих команд, это что за собой влечет? Мы знаем, что введение новых стандартов очень часто натыкается на противодействие тем, кто очень давно уже на своих местах, и эти новые стандарты не спешит усваивать. Светлана, наверное, есть и такое сопротивление, безусловно, но, вы знаете, я что хотел бы сказать, что у нас очень много механизмов, которые уже сейчас доступны, в том числе и на муниципальном уровне. Скажем, ну, такое вот самое, там, одно из известных, да, это фонд развития моногородов, который регулярно проводит обучение. Часть, в том числе и глав наших муниципалитетов, да, участвуют, участвуют неформально. И есть достаточно серьезные сдвиги. Я бы сейчас хотел привести пример города Мутнинска. На прошлой неделе был День Металлурга, я был с визитом в Мутнинск, и нам презентовали такую, на мой взгляд, очень интересную программу развития города, которая сопряжена с развитием градообразующего предприятия. Там буквально до копейки посчитаны средства, которые необходимы в ближайшие пять лет на развитие городской инфраструктуры, на модернизацию предприятия, так сказать. И когда понимаешь то, что градообразующее предприятие начинает всерьез заботиться о социальной сфере, понимая, что не будет социальной сферы, не будет комфортных условий проживания, о чем и говорит президент, некому будет работать на предприятии. И грамотная управленческая команда муниципалитета, подключаясь к такого роду проект, как раз и создает вот тот самый эффект, о котором мы с вами говорим. И я думаю, что слова президента о реальной конкуренции в этой сфере позволят как раз создать условия, когда будут выбираться эффективные менеджеры, а тот, кто не очень, скажем так, аккуратно эффективен в этой сфере, будет, не знаю, местным, наверное, сказать, отправиться на биржу труда. Вот хотелось просто уточнить, насколько... И здесь очень важно будет как раз мнение граждан, выраженное через тот же самый инцидент менеджера в том числе о конкретных чиновниках. Ваше мнение, вы работаете здесь уже два года, ваша оценка, хотелось бы, чтобы она достаточно критическая была в отношении компетенции и желания как раз усваивать новые компетенции команд администрации различных городов области. А нас, конечно, больше Киров интересует, мы здесь находимся. Ну, вы знаете, вот я что хочу сказать, что мы с вами только что упоминали о Мутнинск. Это разработана прекрасная, на мой взгляд, программа, адекватное вполне руководство муниципалитета. Я знаю, что Кирово-Чепецкий, главы, активно принимают участие в обучении, так сказать, внедряют передовые методы управления, в том числе Белая Холуница, кстати, у нас, я вот для всех хочу сказать, второй город, который получил статус территории, опережающего социально-экономическое развитие на прошлой неделе, это стал Белая Холуница. Достаточно активная команда муниципалитета во главе с главой, так сказать, занимает очень серьезную позицию. В городе происходят позитивные перемены. Вы знаете, вот мне нравится открытость городской власти нынешней, когда, скажем, небезызвестный блогер Илья Варламов, так сказать, объявил о том, что кто первый пригласит меня на прогулку, да, звучало это, по-моему, так, первым отозвался город Киров, так сказать. Ну, не первым, но в числе первых. Прибыл он первым практически к нам, так сказать, да. Вот это не может не радовать. А критика, Игорь Владимирович? Ну, вот, наверное, тем, кого я не назвал, стоит задуматься. А? А их большинство получается. Ну, вы знаете, вот что-то должно расти вокруг ярких таких проявлений. А сельские территории, кстати, президент, ведь говорится не только о малых городах. Вы знаете, и сельские территории, так сказать, в том числе, должно быть динамичное, так сказать, развитие, но это невозможно без развития агропромышленного комплекса. И вот здесь мы тоже с вами делаем определенные, так сказать, шаги, когда на территорию приходят инвесторы. А мы об этом поговорим. После короткого перерыва, но все-таки перед тем, как уйти на перерыв, мне бы хотелось... Ну, бывает так, что в мягкой стиле жестко спать. Все-таки вы сейчас никого не ругаете, и особо таких каких-то... Пальцем не грозите в сторону тех чиновников, которые не слишком растороплены? У нас, наверное, нет сейчас задачи, так сказать, в публичном пространстве грозить кому-то пальцем. Для этого есть совершенно другой формат. Формат совещаний, формат заседаний правительства, когда мы заслушаем, в том числе, и региональных руководителей. Ну, то есть вы все-таки видите, что все-таки сознание и чиновников тоже меняется? Вы знаете, меняется, и прежде всего я хотел бы сказать, я надеюсь, что вы меня поддержите. Людям нужно дать шанс. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, прервемся на полминуты и продолжим. Губернатор Игорь Васильев, да, в нашей студии мы продолжаем. Время, времени мало. По сельским территориям, да, немножко еще пройтись, по их развитию. Ну, давай. Игорь Владимирович, это ко мне вопрос? Да, 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 просто мы вас немножко прервали, говоря о развитии сельских территорий. Вы сказали, что тут основная задача, конечно, развития агропромышленного комплекса, привлечения инвесторов и... Вы знаете, это вот такая очень сложная, многогранная история. То есть мы в свое время, так сказать, вы, наверное, все прекрасно слышали об этом, говорим о том, что у нас достаточно успешно развивается молочное животноводство, и мы хотим выйти на новые рубежи и производить там более 1 миллиона тонн молока. Эта программа объявлена, мы ею занимаемся, мы привлекаем инвесторов, и она состоит из очень многих, так сказать, составляющих. Это и вовлечение земель в оборот, это строительство новых ферм. Вот сейчас стартовало строительство Дороничей, агрофермы строят в поселке Немана, 3600 голов, одну из крупнейших, так сказать, ферм в Российской Федерации. Село Архангельское, да. Да, в Малмышском районе, так сказать, заходят инвесторы, которые будут, я надеюсь, так сказать, строить примерно такую жесть на очереди введения в строй перерабатывающих предприятий, но хочу сказать, что ничего этого невозможно без социального развития села, без открытия фельдшерско-акушерских пунктов, без строительства школ нового формата, о котором мы как-то с вами в передаче говорили, что они должны стать досуговым культурным центром, в том числе и для взрослого населения. Вот все это как раз и входит в программу. И здесь, конечно, очень большую роль, наверное, нам всем с вами нужно отвести и к главам муниципальных образований, раз уж мы к этому вернулись, так сказать, поскольку все-таки... Человеческий фактор все-таки не вернуть. Совершенно, человеческий фактор, это, наверное, самое главное всегда. Во главе должны быть люди, которые, ну, глаза горят, так сказать, есть желание развивать собственную территорию, есть желание учиться прежде всего, есть желание смотреть, как это устроено. Вот вы, там, мы до передачи с вами говорили и уже сейчас в процессе об урбанистическом форуме, который проходит в Москве, вы говорили о том, что вы увидели очень много интересных вещей, которые происходят в Подмосковье, в Москве, так сказать, в Новой Москве. Вот это желание должно быть прежде всего. Мало того, я на урбанистическом форуме, Игорь Владимирович, простите, я видела очень много представителей и глав городов, и мелких муниципалитетов из страны. Кировских не встречала. Вот ни на одном из которых я вот была в Москве. Я встречал там Илью Вячеславовича Шульгинатовского. Не в этот раз. В этот раз. Он собирался, но просто... Наверное, мы с вами чуть-чуть разошлись, так сказать. Но вот абсолютно справедливое замечание. Хотелось бы увидеть большее количество людей, которые интересуются успешным опытом. Потому что, ну, во-первых, нужно учиться на чужих ошибках. Это совершенно понятная истина. А второе, я что хочу сказать. У нас на 23-25 октября, могу ошибиться, там, в дате, намечен свой урбанистический форум в Кирове. Я надеюсь, что он при вашем участии, при участии общественной палаты, так сказать, мы пригласим туда наших крупнейших застройщиков, глав муниципалитетов, и будем обсуждать вопросы развития не только города Кирова, области в целом и муниципальных образований. Тех, кто уже подготовил хорошие программы и делает все для того, чтобы получить средства от своих городообразующих предприятий, от спонсоров, получить их из областного бюджета, выполняя определенные, так сказать, условия. Вот все эти вещи мы будем обсуждать. И мне кажется, что вот другого пути нет. Мы должны приглашать сюда известных архитекторов, что мы уже и делали с вами вместе, да. Создавать свой форум, приглашать людей. Вот вы говорили, Москва и Казань, так сказать. Вот, наверное, прежде всего из двух этих городов нам нужно пригласить коллег, которые успешно реализовывают проекты. Это могут быть девелоперы, которые реализуют различного рода программы благоустройства в районах, которые они строят, уделяя огромное внимание социальной инфраструктуре. Потому что мы, ну, если можно, я повторюсь, мы до эфира обсуждали эту тему. Два способа заработать деньги, так сказать, в строительстве. Первый – это, наверное, максимальная прибыль с квадратного метра вводимого жилья, так сказать. Вторая история – это создание комфортной городской среды, управление этой средой и получение той же самой прибыли, ну, несколько растянутой во времени. Мы понимаем, о чем мы говорим. Это возможность работы грамотных, ответственных управляющих компаний, которые будут управлять тем комплексом, который создан. И, честно говоря, жилье без социальной инфраструктуры, наверное, и продается плохо, и цена у него соответствующая, так сказать, да. И дальше мы с вами все вместе становимся свидетелями жалоб людей. Построили огромный микрорайон, школы нет, поликлиники нет, детского сада нет. Но, к сожалению, люди это начинают осознавать тогда, когда они уже приняли решение, и квадратные метры приобретели уже. Знаете, здесь, наверное, очень многофакторная история. И доходы людей, которые не позволяют им сегодня платить большие деньги, так сказать, жилье. Отсутствие инвестиционной составляющей во многих объектах, когда стоимость, скажем, в стоимость квадратного метра включаются объекты социальной инфраструктуры. Но здесь, опять же, вот о двух способах зарабатывания. Много и сейчас, или примерно столько же, но растянутые во времени, создавая комфортную городскую среду, создавая инфраструктуру. Видите ли вы, что меняется сознание кировских застройщиков? Потому что у нас был здесь не один эфир проведен, а кто-то из них говорил, да, мы собираемся работать в долгую, поэтому мы делаем благоустройство, поэтому мы создаем комьюнити и сами с ним работаем. А были застройщики, которые категоричную позицию занимали, что я строю дом, а муниципалитет пускай делает дороги и площадки. Хотелось бы, чтобы ключевое слово во всей этой истории по отношению к таким застройщикам, вот вы его сами сказали, были. А появились другие люди, которые действительно ответственно относятся к той территории, на которой они проживают и проживают их дети. И нам нужно все вместе думать о будущем. У региональной власти у вас лично инструменты какие есть, чтобы донести эту позицию до застройщиков и действительно в русло их ввести? Ну, вы знаете, мне кажется, что... И насколько вы этими инструментами будете пользоваться активно? У региональных и муниципальных властей есть все инструменты для того, чтобы работать в этом направлении. Это градостроительный план, прежде всего, так сказать, да, когда понятно, что, где, когда, в какие сроки должно быть построено с тем, чтобы обеспечить в том числе и комфортное проживание. И тогда, в общем, не возникает вопросов, что на конкретном участке земли возможно для строительства. Если это объекты социальной инфраструктуры, то там ни в коем случае нельзя построить многоэтажный квартирный дом. Если это территория парка, сквера, так сказать, да, то она, наверное, таковой и должна оставаться. И есть такие механизмы, которые называются в том числе, так сказать, да, там разрешение на строительство, например, где должно определяться, что, когда, в какие сроки должно происходить. У нас остается несколько минут до второго перерыва. Давайте урбанистическую тему еще немножечко поразбираем. Смотрите, более частный вопрос, но его тоже обозначил Владимир Владимирович Путин на урбанистическом московском форуме. Ответственность собственников должна резко возрасти. Это собственники пустующих территорий городов. Это очень интересно, потому что в Кирове масса домов, промзоны или зоны вдоль наших малых рек, которые пустуют. Мы имеем в виду именно эти площадки. Требования, озвученные президентом, понятно. Пустующие объекты должны служить городу, да, людям должны работать на горожан, их требованиям отвечая. Вы считаете, что нужно предпринимать в этом отношении? Думало ли правительство и муниципальные власти, например, как извлечь эти территории? Еще раз, вот у нас здесь на Дериндяево завод-инструментальщик. У него есть собственник. Есть собственник, он стоит и пустует. Это собственник. Всегда вопросы с собственностью, они не такие простые. То есть нельзя, знаете, мы иногда свалимся тогда отнять и поделить на известную формулу Шарикова, так сказать. Но когда мы с вами говорим о градостроительном плане, мы именно эти вещи и предполагаем. Значит, должны быть предусмотрены компенсации некоторым собственникам, которые могут перевести промышленное производство на другие территории. Но в целом, так сказать, понимаете, должна быть предусмотрена ответственность. Если участки арендуются для определенных целей строительства, у аренды должен быть срок. У нее должна быть стоимость. За нее нужно платить прежде всего, так сказать. И если там недолжным образом исполняются обязательства, то нужно предусматривать законные инструменты по изъятию такого рода участков и передачи их добросовестным застройщикам. Вы согласны, что в Кирове ситуация, это вот налицо, что у нас очень много таких... Абсолютно, абсолютно с вами согласен. И мы эту работу с руководством города ведем по инвентаризации объектов, которые принадлежат как области, так и городу, которые были предоставлены на условиях аренды под застройку тех или иных объектов. И где, к сожалению, ну давайте это назовем так, не будем сейчас даваться там в юридический подробности, где ничего не происходит, да, где есть ужасно, скажем так, некрасивый забор, заброшенная стройка... А враг? А враг при этом, да, вот знаменитое бетонное, так сказать, здание, да. Вы знаете, там сейчас, кстати, как раз начался и судебный процесс в том числе. Потому что мне кажется, такие вещи должны возвращаться в собственность либо муниципалитета, либо областную, так сказать, приниматься решение о достройке соответствующих объектов, привлекаться инвесторы. И город должен получать, ну, красивые, хорошие здания, либо объекты, там, социальной инфраструктуры, которые могут приносить в том числе и доходы в муниципальную и областную казну. Еще один аргумент, который приводят, кстати, очень частые чиновники, и не только они. Они говорят о том, что вот вы нам показываете опыт Москвы, вот вы говорите про Казань, но какие у них бюджеты и какие у нас бюджеты, у нас никогда такого не будет. У нас нет денег, говорят они. Вы знаете, я бы не стал, так сказать, здесь вот сравнивать. Не будет что, такого масштаба или у нас никогда не будет в Кирове своего концертного зала, так сказать, да? Вот чего не будет-то? Не будет так хорошо, да? Не будет такой инфраструктуры и таких подходов. Вы знаете, я думаю, что это пессимистический подход, который не имеет права на жизнь. Мы должны стремиться к тому, чтобы тот опыт, который есть прежде всего в Москве, в Казани, так сказать, масштабировать на нашу территорию. Конечно, наверное, мы никогда не будем вводить такого количества жилья, которое вводится в Москве, да нам это и не нужно. Но применять те технологические решения, которые оправдали себя в Москве, которые оправдали себя в Казани, а в Казани, скажем, оправдали себя привлечение на территорию города, столицы региона огромного количества мероприятий, которые там проходят. Это началось с тысячелетия, продолжено с универсиадой, и сейчас Казань проводит в неделю, наверное, столько мероприятий, которые, к сожалению, Кировская область не проводит за несколько лет. Вот нам эту тенденцию нужно прежде всего ломать, и мы с вами стараемся это делать. Мы приглашаем сюда известных актеров, известных музыкантов. Вот приезд Герлева, который пообещал, что он приедет на следующий год, и поможет нам, если мы все-таки будем, решимся, найдем средства, будем строить концертный зал с его оборудованием. Вот подобного рода, так сказать, мероприятий, чем больше мы их будем проводить, тем больше у нас появится опыта, тем больше будет востребована наша с вами инфраструктура. И я думаю, другого пути просто не существует. То есть путь Казани нам ближе всего, вы считаете? Совершенно верно. Именно на события делается, именно на известные личности, которых можно приглашать. Прерываемся, на полторы минуты у нас реклама, и продолжим разговор с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Продолжаем разговор. Игорь Васильев, губернатор Кировской области. Давай про трансляцию скажем, да, еще что-то? Обязательно скажем про трансляцию. В ВКонтакте можно видеть и слышать все, что мы говорили, в том числе и в перерывах. Можно сейчас подключаться к нашей группе ВКонтакте и видеть нашу прямую трансляцию и слышать нас. Еще раз повторяю, те обсуждения, которые вне эфира проходят, тоже вы можете слышать. Ну вот смотрите, какая интересная история. У нас тут было запланировано много экономических тем, но мы переходим всегда на человеческие темы. И раз уж мы заговорили... Редко приглашайте, поэтому часть тем просто попадается... Экономические темы, они так или иначе, мы освещаем в рамках наших других программ, а здесь хочется, конечно, об этом тоже поговорить. Тем более лето, и вы вот уже затронули вопрос, Игорь Владимирович, про событийность, да, про те мероприятия, которые проводятся в Казани. Я вот сейчас, когда была в Москве, я ехала в Аэроэкспрессе, потом там в метро, и где-то везде висят вот эти информационные экраны, где это еще там, да, и общение тоже правительства с горожанами и с гостями, где все объясняется. Что сегодня, где происходит, то есть афиша, сколько пляжей оборудовано, где можно купаться, как будет преобразовываться тот или иной район. В общем, я пока ехала, я про Москву узнала столько, сколько я, если бы даже села за компьютер и специально стала этим заниматься день, не узнала бы вообще. Кроме того, смогла себе легко составить программу моего пребывания и вечернего в Москве, чтобы максимально посмотреть то, что меня интересует. И там, конечно, боже мой, и там можно было услышать британские инди-рок-группы, и на неделю Италии сходить в пять мест в Москве и получить профессиональные там сведения. Все, что хочешь, на любой совершенно вкус. И я понимаю, что скучать тебе точно не придется, конечно, да. И вот в этом смысле меня поразили, я уже тут говорила в эфире, наши выходные июльские, особенно когда был чемпионат мира, когда у нас были там буквально неделю за неделей проходили рок-фестивали, открыли фан-зону мгновенно, там по подребности люди собирались. Как-то ты мог в один день сразу несколько посетить мест и эмоционировать там, да, чувствовать с людьми там себя где-то как-то, а не просто вышел из дома, прогулялся по набережной и вернулся обратно. Что вот типично, и тебя как просто вот крысу по кругу пускает. Ну, это, наверное, не совсем. Ну, женский взгляд. Ну, хорошо. Такое настроение. Вы говорили, что культурные и развлекательные события вот должны наполнять, да, нашу афишу и жизнь горожан. И уже сказали, что Гергиев собирается приехать на следующий год. А есть еще какие-то планы на остаток, может быть, года? Свои собственные или пожелания к властям Кирова, например, что-то организовывается? Ну, вы знаете, вот если по поводу своих собственных, с них, наверное, всегда проще обсуждать. Вот я вчера, будучи в Москве, со своим старинным приятелем, который такой большой поклонник, знаток, большой друг Шемякина, Михаила Небезызвестного, да, занимается японским искусством. И он предложил устроить у нас, вот вы сказали, неделю в Италии, так сказать, там, неделю или две, как получится, так сказать, японского искусства в музее Васнецова. Мне очень понравилось. То есть это будут и графюры, и какие-то изделия из кости. Может быть, приедет сам владелец, так сказать, всех этих историй. Вот, по-моему, интересно. Ну, нет, Шемякин, не знаю, будем отдельно договориться. Значит, смотрите, что мне вот здесь, по поводу рекламы вы сказали, вот, абсолютно верно, то есть нам и здесь нужно наводить порядок, да, с точки зрения рекламы. То, что город должен использовать больше рекламного пространства для рассказов о том, что происходит, это совершенно очевидно, так сказать, да, дальше она не должна быть такой кричащей, там, ну, как она сейчас. Дизайн-код города нужно вводить. Москва приняла и изменилась. Совершенно верно. Совершенно верно изменилась сразу. Изменилась и Казань, изменилась очень многие города. Вот мы только что были в Калининграде, то есть абсолютно другая картина, то есть просто радует глаз, да, но это то, что можно сделать быстро. Вот, вы знаете, от города тоже мы, наверное, вместе с вами, так сказать, да и от общественников должны ждать таких вот серьезных, ярких предложений, которые город-то готов поддержать. И вы видите, сейчас вот сразу же появилась потребность, фонсона была организована мгновенно. За день буквально. Несмотря даже на то, что там, ну, сейчас уже можно об этом говорить, что нужно было согласовывать там с FIFA, еще с кем-то, мы это сделали быстро. Но мы соблюли там все-таки норму, чтобы не попадать. Город уже умеет реагировать на такого рода вещи. Вот, скажем, стрижи к нам прилетели, да, ведь это за три дня, то есть мы сложили всю эту картинку. Авиагруппа. Русские видите, да. Русские видите, да. Русские видите, да, это же вот такие интересные для нас, так сказать, вещи. Поэтому давайте мы, может быть, отдельно поговорим на эту тему. Может быть, соберемся и составим совершенно верно. Да, культурные мероприятия, и как составлять афишу города. Прогласим наших культурных людей, как составить афишу, так сказать, города, да, как учесть разные интересы, потому что они разнонаправленные, правильно? Но то, что их должно быть, я не знаю, там, в десятки, в сотни раз больше, это, мне кажется, обсуждению-то даже и не подлежит. Но вот здесь мне представляется, что должна быть еще такая очень серьезная роль общественных организаций, в том числе, так сказать, да, то есть предлагать свои темы, предлагать свои, в том числе, организаторские. Мы говорим люди, да, все время нужны люди. Где их подобрать? Вот как можно большее количество неразнодушных людей, которые будут проводить там самые разные, так сказать, фестивали, там, наряду с Гренландом, и в Гренландии должно появиться еще много, так сказать, историй. Ну, а современный концертный-то зал, Игорь Владимирович, о котором вы уже упомянули, да, и о котором давно уже говорили. Я вот так вот сказал бы, я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда вот такие люди, вот в Кировской области есть, да. Мы посмотрели сейчас в Калининграде очень приличный проект, вот в Светлогорске, где проходила команда КВН наша. Вы хотели напоследок об этом спросить, но ладно. Очень-очень хороший концертный зал за достаточно разумные, так сказать, деньги. Я думаю, что мы сейчас будем пытаться этот проект получить и локализовать его где-то в Кирове. На это, конечно, нужно время, но это хороший зал на 2,5 тысячи мест. Это уже возможность приглашать любого уровня, так сказать, коллектива, да, когда он современно оснащен. Ну, а по КВН, я до слова буквально скажу, у нас наконец-то появляется... Вы только не разочаровываете зрителей, пока еще эфиры не будем разочаровывать. Я не буду, все только в эфире. Или радовать. Почему разочаровывать, там, никого не надо разочаровывать. Нужно радоваться тому, что у нас есть талантливые люди, потому что у нас есть такая команда. И у нас появился наконец-то у них собственный дом во Дворце молодежи, такой вот, давайте назовем это там, Дворцом КВН. Не, я думал вы о результатах игры в Светлогорске. А я не знаю результатов, их же покажут по телевизору, зачем мы будем, так сказать. А вот, там, наша команда в полуфинал вышла, на днях будет полуфинальная игра. И я надеюсь, что у нас появится здесь состязание КВН-оскитов. Это же всегда весело, интересно, это энергичные люди. Зачем вы сделали членов команды КВН своими советниками и корочки им вручили? А это же на общественных началах, почему нет? То есть, а вот вы говорите... Вы потребность в этом же почувствовали, раз вы им предложили стать. Что могут дать вам эти люди? Регионы, что они могут дать? Вы знаете, вот, если мы посмотрим с вами на тех людей, которые там от Юлия Гусмана, так сказать, да, и заканчивая вот последней плеядой, так сказать, КВН-оскитов, где они сейчас работают, на каких постах и что они дали стране, наверное, это вопрос сам собой отойдет, нет? Ну и молодежная политика, кстати, я понимаю, здесь, конечно, плотно завязана. Молодые, активные ребята, которые, да, кипят, у них горят глаза, так сказать, мне вот это очень симпатично. То есть, планы по масштабированию КВНа, его, там, перезагрузки в Кировской области, они серьезные? Это же целое явление, я бы не стал вот сводить это все к шуткам со сцены. Это действительно наиболее вот активная часть молодежи, которая позитивно настроена, да, и это связи в том числе и межрегиональные, это в том числе лучший опыт того, что происходит в других регионах, где есть такого рода, так сказать, движение. Совершенно нет, просто надо понимать, что так сильно не хватает, это одна часть вот той самой событий. Просто предметом иронии часто же становятся очень ключевые социальные проблемы, которые, собственно, требуют решения. Слушайте, это правильно, это абсолютно правильно, нельзя никогда уходить от проблем, нужно их поднимать, и, знаете, есть такая очень хорошая, наверное, фраза, я не знаю, там, уместно ли будет ее сейчас произнести, учиться надо весело, чтобы хорошо учиться, да? И не только учиться, мне кажется, вообще, да, в жизни нам не хватает веселости. Нам немножко не хватает позитива. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, сделаем такой небольшой близ, несколько вопросов, поступивших к нам. Первый вопрос касается излюбленной темы кировчан. В конце весны вы сообщали нам, что победа вернется в Киров, сейчас конец июля, на какой стадии переговоры, можем ли назвать конкретные даты? Да не на какой стадии, все переговоры давно завершены, это октябрь месяц, по-моему, 28 или 29 октября, если не ошибаюсь, там первый рейс, так сказать, будет проходить уже, да, все нормально. В Москву? Да, в Москву, да. Но мы договорились о том, что будут рейсы в Санкт-Петербург, в Сочи, и мы сейчас активно ведем переговоры еще с Аэрофлотом по поводу возможности дополнительных рейсов на сухие суперджеты, то есть, если такая возможность будет, ну, мне кажется, это здорово. Сотрудничество долгосрочное планируется с победой? Я надеюсь, что да. Длагосрочное. Да. По поводу приказной избы пришел вопрос. На восстановление надо 3-4 миллиона, нашли денег на фан-зону... 34 или 3-4? 3-4. Нашли денег на фан-зону в областном бюджете, праздники всякие организуют, а такой объект хотят отдать спонсорам. И есть предположение, что известно кому, и что в его интересах ссылаются на отсутствие денег. Так, а пусть скажут, то есть, кому, если известно, то есть, ну, мы же с вами живем в открытом обществе, да, вот мы общаемся и прямую трансляцию ведем. А здесь, опять же, помните, была такая знаменитая фраза из фильма «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, да?» Ну, тут вторая еще сторона вопроса, Игорь Владимирович, сохранение исторических вот зданий таких, которые требуют денег. Абсолютно нужно сохранять, нужно находить деньги, но мне кажется, что здесь вот я крамольную вещь я скажу, потому что не нужно доходить до абсурда эти здания, нужно приспосабливать. Все-таки мы живем в 21 веке, наверное, нужно сохранять архитектурный облик, при этом меняя там, может быть, даже в значительной мере, так сказать, и материалы, и то назначение, скажем так, которое за собой несет. Но архитектурно это должно сохраняться. Чья это переводчинная задача? Тех, в чьей собственности находятся эти здания? Я думаю, что вообще-то у всего должен быть собственник. И, знаете, вот отсутствие там ветхого аварийного жилья в каких-то старых городах, типа Флоренции или там Леона, так сказать, где вот нам недавно удалось побывать по делам фармацевтического кластера, который, я не могу об этом не сказать, впервые в Кировской области появился, он зарегистрирован официальным Минпромторгом, в него вошли 17 предприятий, мы претендуем на финансовую поддержку из федерального бюджета. И даже собираетесь вместе с ВУЗом разрабатывать лекарства? У нас, знаете, уже вот свершилось наконец-то, у нас в Кировской области наряду с Москвой и Санкт-Петербургом где крупнейший фармацевтический кластер. Совершенно верно, появляется полноразмерный фармацевтический кластер. Что это значит? Это значит, что от идеи лекарства до его производства на наших заводах будет происходить полный цикл. И вот недавно мы давали пресс-конференцию, журналисты, а что это значит для наших ВУЗов? Я очень простую вещь сказал, повторю еще раз, это значит то, что если раньше наши студенты и предбыватели слышали о том, что ведутся такие работы, то сейчас они в них будут участвовать. И в том числе за федеральные деньги. Это огромный вызов. Совершенно верно. И возвращаясь к вопросам собственности. Почему нет редкого аварийного жилья вот в тех старинных графах? Потому что есть хозяин, рачительный хозяин, который постоянно занимается поддержанием на соответствующем уровне вот этих зданий и сооружений. Я думаю, что у нас должна быть точно такая же задача. Еще один вопрос. Вас спрашивают, смотрели ли вы футболы, как оценивать выступления нашей команды. И напоминают, что на этом фоне не можем не спросить о планах на команду «Родина». Она не заявилась в Суперлиге, денег нет, уходят игроки. Как можно характеризовать эту ситуацию для региона? Четко просят, прогнозируемо это, плохо или это нормально? Я опять же просил бы все время опираться на факты. То есть у нас то же самое соглашение, которое было со спонсорами в прошлом году, действует и сейчас. Тут скрывать нечего. Это компания «Т-Плюс». Средства есть, заключается договор, средства направляются, команда будет участвовать. В Суперлиге? Да. А какие здесь? Откуда тогда такие новости? Я не знаю. Не понимаю. Я тоже не знаю. В общем, надо разбираться. У меня другие новости. И, в общем, ничего не изменилось. Все абсолютно нормально, спонсоры есть. Будем участвовать. Про футбол? Про футбол. Смотрели футбол? Ну, конечно, смотрел. Честно скажу, не ожидал от наших такой игры, потому что мы в течение многих лет привыкли их, в том числе, только ходить. Собрались ребята, показали хорошую игру, действительно здоровую. За Францию или Хорватию болели? В финале? В финале. В финале. Я не знаю, мне как-то было сложно. Если бы выиграли хорваты, мы бы проиграли только чемпионам мира. Ну, объективно, понимаю, что хорватов надо было наказать за наш прыгыш. Ну, что, что произошло. Ну, и французы были прекрасны. Ну, и французы прекрасны были, конечно. Мы продолжим наши встречи с Игорем Васильевым, губернатором Кировской области. Благодарим вас, Игорь Владимирович, за эфир сегодняшний. Хорошего дня всем. Спасибо. Игорь Владимирович, за эфир сегодняшний день.